Приветствую бойцы! В сегодняшнем видео я соберу страйдера и попробую поиграть на нем в режиме против всех гонка и превосходство. Будет вместо Меркурия, ну и в принципе будет в такой же комплектации. Хала, ГАЗ и огнемет. Поставлю ласт энд. Антиконтрола нет, поэтому шанс что меня застанет, весьма весьма высок. И под щит РС скорее всего не смогу заскочить. Но посмотрим какие будут враги, неизвестно. Сначала пробежимся по новостям. Официальная группа нам рекламирует посмотреть видео Андрея Гликмана. Я еще не посмотрел, но думаю надо посмотреть. Так, Вароба Трус. Опрос братуха модератор сообществ Вароба Трус. Согласны? Нет? За? Против? Ну и как видите, 538 человек да, 314 нет. Это маленькое количество людей проголосовало. Судя по каналам братухи, ну вообще по каналам ютуберов, в том числе и моим, подписчиков, ну, до хрена, а почему-то голосует мало. И в группе Вароба Трус до хрена людей. А проголосовало всего лишь даже меньше тысячи. Странно очень. Так, полетели дальше. Видео Андрея Гликмана, шутливое, шутливое видео. Стрим Акулы, кому интересно, посмотрите. Видео по обновлению прокачки Локи. Видео мое, кому интересно, посмотрите. Так, дальше не будем смотреть. И в Бракенюс одна новость. Это топ-5 мехов от здесь был Васи. Новость не читал, но кому интересно, посмотрите. Закрываем все. Зовут меня Лавзвод, но нет. Сейчас задача другая. Собрать страйдеры, и посмотреть, тащит ли он, или не тащит. Или прошли времена страйдера, или вернее, прошли времена страйдера без эффекта антиконтрол. С антиконтролом сейчас любой робот чувствует себя хорошо. Сейчас тренд такой, что должен быть ластен 6-го левела и антиконтрол. Чем левел больше, тем лучше. Чем больше левел, тем быстрее переезжается у него способность. Так. Эмбер. Так, а у меня на страйдере пилот... А, на страйдере вроде пилот у меня есть. Давайте посмотрим. Фалкон. Куршер. Вот он страйдер. С пилотом. Так, лечение. Не-ка, это фигнотей. Ну, попробуем переобучить. Так, чтобы переобучить, давайте сначала здесь снимем хала, чтобы было однородное вооружение, потому что у гаста, я так смотрю, перспективы все тают вооружение и уже надо переходить на хала. Разработчики гасты собираются нерфить без всякого тестового сервера. Они придумали им новые характеристики. Рандомно постараемся взять какую-нибудь лечилку или что ему такое стоящее на страйдера, но не буду много тратить голды. Постараюсь раз-два крутнуть. Посмотрим, что получится. Так, антикотрула у меня нет. Антикотрула у меня нет, поэтому поставлю атаку. Давайте. Испытываем удачу. Нет. Не очень хорошее. Повышенная прочность. А лечение можно? Пошла сливаться голда. Понятно. Отлично. Всю голду опять слил. Вот бывает везет, бывает совсем не везет. Так, тогда поставим здесь ему лечилку. Раз такое дело. Ну и все. В принципе, ангар так, у меня ангар не готов. Ты-то у меня без гаста. Отлично. Все. Все роботы укомплектованы. Нажимаем в бой, укалываемся. Пилюльками принимаем. Пилюльку одну раз, вторую два. И в режим начнем. Давайте превосходство. Превосходство, гонка против всех. Как будет чувствовать себя страйдер с лечением? А умение у него получается какое? Повышенная прочность. Искал скалолечение. Лечение от способностей или лечение постоянное. Хоть какое-нибудь. Ни одну не выпало. Так, бой начинается. Карта крайне неудобная, но, как видите, белый дракон у меня не показал. Он, да? Не знал, что поставить. Поставил драгуны. Что вы ставите? Напишите в комментариях, когда у вас нечего ставить. Я попробовал, даже поиграл с ним на тандерах. Это тихий ужас. Ну, дамаг заливается. Дамаг заливается. Ох ты. Промазал. Дамаг заливается, но минимальный такой. Это просто ужас. Даже на ближнем расстоянии. Я не знаю, что за вооружение тандера. Почему так разработчики его не взлюбили. Но, но нужно явно что-то с тандерами делать. Тяжелый драбаши. Тяжелый. Должен быть, в принципе, по логике. По логике, да? Если в игре у нас есть логика, тандеры должны быть лучшие гастал и лучшие штормов. Команда кемперов у врагов целая плана. Клан узнаю. Сильный клан. Задний маячок никто не взял. А, нет, идет. Тач ми нот. Нот ми тач должен быть написан. Написал мне наоборот. Трогать меня нельзя. А может правильно написал. Не знаю. Так, наша задача кому-нибудь подскочить под эжиды. Эжиды. Ох, и белый дракон с инвизом. О, прошивают. Кругом одни кемперочки. шикарный глядь. Ну, давайте на белого дракона постараемся развести. Парень там счастлив. Еще один счастливый паренек. Давайте уже начинаем лечиться. И будем от белого дракона уворачиваться. Так. Уворачиваемся. Уворачиваемся. И белого дракона начинаем шинковать. Не, карта вообще неподходящая для того, чтобы подскакивал, заскакивал под щиты. Одни кемперочки. Это ужас просто. ДРС, чтобы его тестировал. Может, не может страйдер без антиконтрола заскакивать. Вот, наконец-то. Тач минут. Так. Присоединяюсь к уничтожению буворка. Стан не работает. Одно хал 12, левел другой 12, МК2. К сожалению, ни одно, ни второе не станет. Так. В спину зашел буворку и дробаши в этом случае просто дикий урон должны заливать. Бувор, кстати, хорошие прокачки. Что-то трудно урабатываться огнеметами, как вы видели, тоже. Вот он и появился первый претендент, когда заскочил к нему под щит. Но чтобы заскочить ему под щит, я думаю, нужно не два прыжка, давайте подождем. Так, прыжки у страйдера его апнули и прыжки стали ну хау, сработай хоть раз, Вообще не работает. Ну, заскакиваем ему под щит, сказал я, и в это время меня засталили. В общем, стан работает весьма странно. Давайте тоже покимперим. Столько выстрелов сделал с хала по аресу вблизи и не сработало. Так, драгон их 12 мк2. Конечно, конечно, эффективно на белом драконе из экономного это эвенджеры, но эвенджеры по 9 днем с артемной идти. Их в мастерской к сожалению почему-то не собирают. Здрасте. Я спрятанный, ты не спрятанный. Подходим еще ближе и будем заниматься издевательством над боварком. У меня белый дракон может и вблизи воевать и вдалеке неплохо себя чувствует. Два драгона заливают такой неплохой урон. И еще получается, видите, стреляют с верхней точки. Арысов вроде бы там спрятаны за зданиями и получает неплохие такие дюля. И у нас забирает маячок игрок НГ 001. Но я думаю без проблем долечу до него и обрадуем. Так, белого дракона закончился полет и поэтому он умирает. Идет на покой иди отдохни. Понятно, какая-то дико нубская команда и у врагов дико нубская. И у нас такие нубы это просто ужас чемпион лига. Все подбили белого дракона. Так, полетел захватывать маячок тогда я не буду лететь. Вообще просто попал какой-то ад. Давайте полетаем. Играл причем на тандерах говорю вам на тандерах просто жесть. Вот они все стоят. Убили побили воздухи. Ничего страшного, ничего страшного. Я на белом драконе и не собирался кипеть. Кемперский мод я не люблю. Поэтому наверное я паг бы и не играю. Чисто крысятническая игра, как сказал Шимура. Такой же крысятнический режим мини-играв скажем это режим против всех и арена. Игра в игре. Здрасте. Тоже не застаненный. Сегодня никто не останется. У него все становые дробаши. Хаечи нормально чувствуешь. Ничего тащишь. Так он меня защищает. Молодец. Так ты где? Не видно. Полетели. Опа на ланселот огребает. Да ничего страшного. Вообще ничего страшного. я не люблю отсижиться поэтому давай тупо на размен. Только ластенд меня спас и я с помощью ластенд забрал трех роботов. что нужно качать? Ластенды. Отличная мега нубская сборка. Два дожить нет не будет дожить и полетели на еще одном оресе режим 60 километров без этих бустов это реально 60 километров что будет потом потом будет конечно суп с котом это просто ужасно будет низкая скорость разработчики перестарались перестарались естественно понятно зачем орес будет просто как улитка ползать перемещаться по карте серьезно даже не видит просто прыгает ну сам естественно не работает так нет так скорости перезаряжаем все такое примитивное вперед назад ладно просто он слот убивать хотел хаечка забрать да ты что серьезно давай также с помощью ласт энда мы работаем хаечка хаечка не уработали и наконец этот нудный бой заканчивается из этого нудного боя можно сделать однозначный вывод если у ореса есть хала или какие-то становое вооружение страйдер не жилец полетели дальше гонка за маяками возможно там будет немножко пободрее повеселее не этот нудный режим спасибо что играешь в робот ну пожалуйста три раза уже среднее время ждания мы превысили но это не показатель что подбор будет по силам я неоднократно заявлял подбор сделать хоть минуту ну думаю больше минуты не надо делать вот опять нагибаторы нагибаторы идут в бой кумихо отлично какой красивый ник ты красивый ангар себе сделай а не красивый ник кумихо реально ник сделал красивый ангар скорее всего судя по тому что играешь на кумихо в 2019 году у тебя явно явно отстает отстает так порядочком так застанили неужели так на опережение плазму пускаем он пытается схитрить и заскочить и у него не получилось пошел купаться а заскочить реально можно так давайте помогаем там фуршер а у меня куча прыжков и вблизи просто за мгновение умирает так там белый даракон валим полконтр здесь на лист даже не стесняюсь вот хаверок понятно новички любят хаверков он или по скидке продается или не думаю что раз летает значит робот топовый вот он еще какие топовые бои получаются да гарет с щитом и пошел купаться тоже анимация красивая я просто в шоке шел 2019 год люди играли на кумихон да странная тенденция весьма печальная так стреляет по фалкону но по мне не стреляет белый дракон ты тоже балбес скорее всего балбес ну давай мистер тунг ты выбрал сегодня ту цель так фалкон вообще отказывается умирать сказал нет я буду жить я еще молодой страйдер ой фуршер фуршер горит нет все таки уработали этого молодого загорело отлично вижу винка экзодусы и органдики я думаю пора валить давайте лечиться и валить прыжок один у меня пропал к сожалению появился хаверок да хаверок новички любят хаверков я думаю хаверков называть уже харьков блин так много этих хаверков как харьков ну и харьков звучит повеселее арест давай сейчас вы щит а у тебя два хала и что там еще огнемет ооо это серьезно заявка на успех ласт тент у фалкончика имеется а у меня ласт тент тоже имеется и сейчас почти до него догорел отлично ланзи лот его нужно аккуратненько выжигать так прыжки у меня есть поэтому можно ланзи лот позакручивать получу герчу обмануть хочу также пока видите тупо не могу протестировать страйдера ну видите станется на 1-2 на 1-2 станется был бы арест у меня уработал бы уже учил бы улучшить и поработал не могу тестировать страйдера в современных условиях потому что в современные условия разработчики не могут обеспечить прыжки пропадают когда в гору скольжу пропадают прыжки люди играют на кумихо и прочие нелепицы нелепицы для 2019 года это просто смешно но вопрос у нас дать не игрокам а разработчикам давайте полетаем на белом драконе по кемперим сверху это же интересно да весьма интересно дракону выпадет неплохо и так я могу уже лететь а зачем лететь вот он зеленый дракошка а далеко 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 на лугу по сути по вижу да ага так пульсар у него ну давай давай приземляйся все приземлился и приземлился он довольно таки хорошо я сверху здрасте так получите распишитесь кто следующий следующий арес наверное он ко мне прыгает ну арес давай опа на и арес получил давайте подлечим все ничего страшного энергоблоков после ивента просто ну да хренища а этот негодяй летает сопротивление айпер вершин или что там все до свидания классное место да лаги отлично как же без лагов так инк давай инк прыгай прыгать не будешь сгоришь включил глазик молодец так и полетели уже на рейсе пошла тяжелая тяжелая артиллерия кавычка тяжелая артиллерия артиллерия в общем дамагер пошел урон набивать добивать остатки врагов бои как видите получается просто шикар радиоглессис я не знаю просто на кумихо и прочих играть чемпионской лиги это вопрос не к игрокам в первую очередь вернее игрокам вообще вопросов нет это к системе подбора команды хардкорпс или как там правильно звучит у них если настоящий клан вроде бы не настоящий клан эта звездочка не та а может настоящий я особо внимания не обращал но что-то звездочка мне вызывает сомнения так сопротивление урона танк айф айф гус отлично все ну в режиме против всех страйдер будет биться сам за себя но если умрет конечно на подмогу ему кто-нибудь да придет из моих роботов и там соответственно наверное будем хотя не факт конечно давайте посмотрим хардкорс настоящий не настоящий вроде настоящий ни хрена себе булборг ты на булборке играешь да вроде бы настоящий так и полетели еще один бой против всех в общем я не знаю куда тестировать возможно нужно тестировать страйдера без контрола этого как там антиконтрола в субботу или воскресенье или в пятницу вечером когда-нибудь когда высокий онлайн я не знаю затрудняюсь вам сказать но сейчас сейчас совсем не то пальто какой-то детский сад вот он и арес арес который меня не замечает арес который меня не замечает долго жить не будет ни хрена себе бомба его подорвала бомба ты ко мне щитом-то поворачивайся щит-то зачем так бомба вроде бы хочет меня убить смотрите да не все-таки она поняла что без вариантов да или ты все-таки хочешь меня убить ну давайте посмотрим что получится она реально хочет меня убить да смотрите включила способность и на меня несется да реально детский сад убиваешь как котят догадался что в этом случае надо было бомби делать поворачиваться ко мне щитом и бежать другим врагам их убивать потому что как-то убиваешь страйдера с пятью прыжками тем более огнеметная сборка из вахала видно же что топ и стоп топовая сборка ладно ищем аресов чтобы зайти к ним под щиты а нашли зеленого дракончика зеленый дракончик застанем ну давайте посмотрим сопротивление урона 80% там кто-то пытается меня тулубасить ну да нормально нормально блокируется урон отлично уработал и этого еще тоже уработаем коррадиционалист а вот он и арес так так арес повернись тебе сейчас будет больно ой больно будет ну тоже получается весьма странная пвп так лечение влево вправо дергаемся получился это бред если честно не так я планировал не так ага ладно ремонтируем еще мы брат страйдер имеется так неплохо выхватил так ты наверное умрешь нет не умрешь всех убиваем и арес сейчас будет меня отоваривать отлично вообще не получается заходить под чип так ну конечно же мне вот сейчас мешали да эксперимент не совсем чистый так желательно конечно застанет ну или пускать огнемет наперед так сейчас он будет сводиться стараюсь уйти от захвата получилось так если умения у пилота нет то захват 3 секунды арес со стану дробашом стараюсь его застанеть а он не хочет встанеть а меня вот застанили где-то там сзади все понятно уработают со всех сторон шмаляют шмаляют ой негодяй а давайте опа понятно так и ласт энд у него ну-ка получай сделал мумстя инк тоже давай иди в ангарский крутой инк и слева от меня я знаю уже появился игру с первым местом вот опять на рейсе он играет и опять все меня отоваривают просто все так здрасте подвергил мне щит спасибочки отлично а давайте возьмем белого дракона это будет мне кажется весело давайте взлетаем и с драгонов пуляем ох ты у него ласт энд давайте опускаемся заранее на землю да ты что серьезно ну давай давай посмотрим кто кого драгон у меня 9 левела даже встроенным вооружением не буду пользоваться я буду пользоваться просто хорошо сам себя обнаружил а тебе нужно было тихонечко тихонечко подбегать а не нужно было стрелять издалека нет 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 тут уж ты не прав так и валим так у него глазик опускаемся на землю нет 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 ничего страшного но у него первое место молодец негодяй бьется как лев так спектроидный а давайте возьмем и заберем килл почему бы нет блин не смог подарил килл да подарил давай умирай уже у тебя ласт тенд будет еще моего робота убил силы свои не рассчитал почему у меня ласт тенд отработал что ли странно весьма я думал у меня ласт тенд сейчас будет оберегать оберег мой но что-то не получилось урон заливается дикий в нашей игре и стреляем отлично так глазники мельца там у нас меркури ну меркури уже никуда не денется надо его забирать а он решил прыгать отлично килл бой у этого негодяя ласт тенд давайте подождем пока он пройдет у него оберег и будем забирать а у него еще есть ласт тенд 8 секунд и стреляем стреляем опять килл мой кое-как развалил еле-еле живой так и опять и опять со всех сторон меня шмаляют так надо опуститься пониже так убью не убью его интересно не интересуется мной этого убил и этого не убил так могу починить и починим давайте страйдера ибо он герой сегодняшнего дня традиционалист идет и в лес так росня горит сгорел так от традиционалиста сваливаем теперь мы забрали первое место паренек жутко негодует по-любому волосы на себе рвет но что-то риск на лист я буду уходить все дальше и дальше да я не хочу оставаться между тобой и аресом нет нет ни в коем случае но сейчас предстоит непростой бой потому что этот игрок играет плоховастым он будет давать мне бой а когда мы будем биться пойдет энеми 2 и заберет нас обоих такое не раз бывало в этом режиме так в общем сейчас мне нужно вертеться крутиться чтобы он дико дико промазывал и еще подвечем давайте скоро его эвенжеры должны уйти на перезарядку ушли на перезарядку и меня убило Рэш все бой закончен не будем смотреть играл я на расслабоне так на этом все пока